Привет, друзья! Компания Kia в конце этого года должна представить обновленный флагманский Kia K9 с совершенно новой передней частью и переработанной задней светотехникой. Скорее всего модернизирован будет и салон, в духе новой Kia K8. В любом случае премьера может состояться еще раньше, ведь автомобиль уже неоднократно был замечен наблюдательными и вездесущими фотошпионами, которые знают где и когда нужно оказаться, чтобы сделать правильные снимки. Так вот, в сети давно уже гуляют официальные изображения K9, на которых флагман получил более грубую стилистику в духе того же K8. А передней частью, под определенными углами, кому-то может даже напоминать Шкоду с увеличенной решеткой. Видимо, у корейцев закончилась фантазия. По поводу технических характеристик пока никакой информации нет, но все знающие инсайдеры уверяют, что флагман лишится 5-литровой версии и полностью переедет на турбомоторы. Что ж, ждем презентации. Друзья, а перед тем, как мы продолжим, я хотел напомнить вам о моем втором музыкальном канале, который доступен по ссылке в описании. Если вам это интересно, переходите и присоединяйтесь. Митсубиши споет прощальную сиренаду своему самому узнаваемому внедорожнику Паджеро. Не самое лучшее финансовое положение компании заставляет японцев пустить под нож столь известную модель, которая, увы, уже морально устарела. Но судя по ситуации, у компании попросту нет средств разработать прямого наследника известной модели. Ведь кроме бензиновых автомобилей, Митсубиши еще нужно как-то развиваться в направлении чистого транспорта. А это требует дополнительных расходов. Значит, нужно где-то их сократить, чем компания сейчас и занимается. Последний Паджеро завершит свою жизнь в Австралии. На местном рынке будет выпущена ограниченная партия в 800 экземпляров с приставкой Final Edition, которая будет выделяться некоторыми визуальными атрибутами и соответствующим шильдиком на кузове. Под капотом будет установлен 3,2-литровый дизель на 192 силы, работающий в паре с 5-ступенчатым автоматом и, конечно же, полным приводом. Если в компании все же решат еще использовать имя Паджеро, то это будет совершенно другой автомобиль, не имеющий ничего общего с нынешней моделью. Новый Porsche 911 GT3 RS, который так ждут фанаты марки, был замечен с минимальным количеством камуфляжа во время дорожных испытаний. Одна из самых производительных версий с атмосферным двигателем нового 911 выделяется огромным антикрылом, которое очень трудно не заметить, и сдвоенной выпускной системой с центральным расположением. Как и обычная версия без приставки RS, купе оснащается разноразмерными колесами и получит тот же 4-литровый оппозитный атмосферный двигатель, отдача которого превысит отметку в 500 лошадиных сил, и позволит новинке быть еще быстрее не только на прямой, но и на круге, для чего, собственно говоря, и создается эта версия. Увы, но на данный момент сроков премьеры новинки нет, и даже хоть каких-то предположений, так что ждать в этом году новую версию точно не стоит. Если ее и покажут, то не ранее, чем в следующем 2022 году. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Чтобы не пропускать наши новые выпуски, подписывайтесь на канал, и не забывайте о группе в инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok